Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас Говард Филлипс Лавкрафт и заброшенный дом. The Shunt House по-английски. Даже самым леденящим ужасом нередко сопутствует ирония. Порою она составляет их неотъемлемую часть. Порою связана с ними опосредованно. Через тех или иных лиц или места. Прекрасным образцом иронии последнего рода может служить случай в старинном городе. Провиденс. В конце сороковых. Когда там частенько гостил Эдгар Аллен По. В пору своего безуспешного сватовства к дарайвитой поэтессе Хеллен Уитман. Обычно По останавливался в Mansion House на Benefit Street. Той самой гостинице, что некогда носило название «Золотой шар». И в разное время привечало таких знаменитостей, как Вашингтон, Джефферсон и Лафайет. Излюбленный маршрут прогулок поэта пролегал вверх по названной улице к дому миссис Уитман. И расположенному на соседнем холме по госту церкви святого Иоанна с его многочисленными надгробиями XVIII века. Скрытыми под сенью древ и имевшими для По особое очарование. Ирония же состоит в следующем. Во время этих прогулок, повторявшихся изо дня в день, величайший мастер ужаса и гротеска всякий раз проходил мимо одного дома на восточной стороне улицы. Обветшалого старомодного строения, торчавшего на склоне холма. С большим запущенным двором. С существовавшим еще с тех времен, когда окружающая местность фактически находилась за чертой города. Нет указаний на то, что Пок когда-либо писал или говорил об этом доме. Как нет оснований утверждать, что он вообще обращал на него внимание. Тем не менее, именно этот дом в глазах двух людей, обладающих некоторой информацией, по ужасам своим не только равен, но даже превосходит самые безумные из вымыслов гения, столь частого, проходившего мимо него в неведении. И поныне взирает на мир тусклым взглядом своих оконец, как пугающий символ всего неописуемо, чудовищного и ужасного. Строение это было и, пожалуй, остается объектом такого рода, которые всегда привлекают внимание любопытных. Изначально имевшее вид обычного фермерского дома, впоследствии оно приобрело ряд черт типичных для новоанглийской колониальной архитектуры середины XVIII столетия и превратилось в помпезный двухэтажный особняк с остроконечной крышей и глухой мансардой, георгианским парадным входом и внутренней панельной обшивкой в тогдашнем вкусе. Дом стоял на западном склоне холма и был обращен фасадом на юг. Нижние окна с правой его стороны находились почти вровень с землей. Зато левая половина дома, граничившая с улицей, была открыта до самого основания. Конструкция дома, чей фундамент был заложен более полутора веков назад, изменялась по мере улучшения выпрямления дороги. Речь идет все о той же Бенефит-стрит, которая прежде называлась Бэкстрит и представляла собой узкую улочку, петлявшую между могилами первых поселенцев. Выпрямить ее удалось лишь после того, как с перезахоронением тел на северном кладбище отпало единственное моральное препятствие к тому, чтобы проложить путь прямо через старые фамильные делянки. Первоначально западная стена дома возвышалась на расстояние около 6 метров от дороги. Однако в результате расширения последней, осуществленного незадолго до революции, интервал существенно сократился, а подвальный этаж обнажился настолько, что пришлось соорудить кирпичную стену с двумя окнами и дверью, оградившую его от нового маршрута для публичного передвижения. Когда сто лет тому назад был проложен тротуар, промежуток между домом и улицей исчез окончательно. И во время своих променадов По мог видеть лишь серую кирпичную стену высотой в 3 метра, вплотную примыкавшую к тротуару, до свес скрытой дранкой крышей. Обширный земельный участок простирался от дома вверх до склонах холма почти до Уиттен-стрит. Пространство между фасадом дома и Бенефит-стрит располагалось значительно выше уровня тротуара, образуя своего рода террасу, опиравшуюся на высокий каменный вал, сырой и замшелый. Узкие и крутые ступени, выдолбленные в камни, вели вверх в мир запущенных лужаек, неухоженных огородов и осыпающихся кирпичных кладок, где в беспорядке валялись разбитые цементные урны, ржавые котлы, узловатые треноги, некогда служившие им опорой. И тому подобные предметы образуя живописный фон для видавшей виды парадной двери с зияющим над ней веерообразным оконным проемом, прогнившими ионическими пилястрами и изъеденным червями треугольным фронтом. Все, что я слышал о заброшенном доме в детстве, сводилось к необыкновенно большому количеству людей, которые в нем умерли. Именно это обстоятельство якобы и заставило первых владельцев покинуть дом лет через двадцать после того, как он был построен. Причиной смерти, скорее всего, была нездоровая атмосфера, обусловленная сыростью и поганными наростами в подвале, всепроникающими тошнотворным запахом, сквозняками или, наконец, недоброкачественной водой. Любого из перечисленных факторов было бы вполне достаточно, а дальше таких предположений никто из моих знакомых не шел. И только записные книжки моего дядюшки, неутомимого собирателя древностей доктора Илайхиу и Уипла, поведали мне о более мрачных подозрениях, ходивших среди старой прислуги и простого людо, подозрениях, никогда не покидавших пределы узкого круга, посвященных и, по большей части, забытых к тому времени, когда Провиденс вырос в крупный современный город, с быстро меняющимся составом населения. Здравомыслящие горожане никогда не ассоциировали этот дом с нечистой силой. Об этом свидетельствует полное отсутствие рассказов о лязгующих цепях, ледяных сквозняках, плуждающих огоньках и чужих лицах за окнами. Иные максималисты называли дом «дурным местом», но не более того. Что действительно не вызывало сомнений, так это неслыханное количество людей, которые в нем умирали, точнее умерли, ибо после известных событий 60-летней с лишним давности он остался без жильцов ввиду полной невозможности быть сданным в наем. В этом доме редко кто умирал скоропостижно и по какой-то конкретной причине. В общем, для многих смертей было то, что у человека незаметно иссякала жизненная сила, и каждый умирал от того недуга, который в нем уже сидел, но только в гораздо более короткие сроки. А у тех, кто оставался в живых, в различной степени проявлялась малокровие или чахотка, а иногда и снижение умственных способностей, что явно говорило не в пользу целебных качеств помещения. К слову сказать, соседние дома вообще не обладали подобными пагубными свойствами. Вот все, что было мне известно на тот момент, когда уставший от моих настойчивых расспросов дядюшка показал мне записи, которые в конечном счете подвигли нас обоих начать расследование. В пору моего детства в страшном доме никто не жил. В расположенном на террасе дворе, где никогда не зимовали птицы, росли одни бесплодные, безобразно искривленные старые деревья. Высокая, густая и неестественно блеклая трава, да уродливые, как ночной кошмар, сорняки. Детьми мы часто посещали это место, и я до сих пор помню тот своеобразный азартный страх, который я испытывал не только перед нездоровой причудливостью этой зловещей растительности, но и перед странной атмосферой и запахом полуразрушенного здания, куда мы часто проникали через незапертую парадную дверь, чтобы пощекотать себе нервы. Маленькие оконца были по большей части лишены стекол, и невыразимый дух запустения обивал еле державшуюся камышитовую обшивку. Ветхие внутренние ставни, отстающие обои, отваливающаяся штукатурку, шаткие лестницы и сломанную мебель. Пыль и паутина вносила свою лепту в общее ощущение ужаса, и подлинным храбрецом считался тот мальчик, который отважился добровольно подняться по стремянке на чердак. Обширное балочное пространство, которого получало свет, лишь через крошечные угловые оконца, и было заполнено сваленным в кучу обломками сундуков, стульев и прялок. За многие годы окутанными паутиной настолько, что они приобрели самые чудовищные дьявольские очертания. И все же самым страшным местом в доме был не чердак, а сырой промозглый подвал, внушавший нам наибольший ужас, хотя он почти вплотную примыкал к людной улице, от которой его отделяла лишь тонкая дверь та кирпичная стена с окошком. Мы не были уверены, стоило ли заходить в дом, уступая естественной тяге к неизвестному и пугающему, либо же следовало сторониться его, дабы не навредить душе и рассудку. Ибо, с одной стороны, дурной запах, пропитавший весь дом, ощущался здесь в наибольшей степени, с другой стороны, нас пугала та белая грибовидная поросль, что появлялась в иные дождливые летние дни на твердом земляном полу. И эти грибы, гротескно схожие с растениями во дворе, имели поистине жуткие формы, представляя собой отвратительные карикатуры на поганки и индийские трубки, каких мне не случалось видеть нигде больше. Они быстро разлагались и на определенной стадии начинали слегка фосфористировать, так что запоздалые прохожие нередко рассказывали о бесовских огоньках, мерцающих за источающими смрад оконницами. Даже в разгар самых буйных своих самосбродств, в канун Дня Всех Святых, мы не наведывались в подвал в темное время суток. Зато во время дневных посещений не раз наблюдали упомянутое свечение, особенно в пасмурную и сырую погоду. Было еще одно явление, более неуловимое и необычное, казавшееся нам реально существующим, но, скорее всего, существовавшее лишь в нашем воображении. Я имею в виду расплывчатое белесое пятно на грязном полу, как бы налет плесени или селитры, которые мы порой смутно различали среди скудной грибовидной поросли перед огромным очагом в подвальной кухне. Иногда нам бросалось в глаза жутковатое сходство этого пятна с очертаниями скрюченной человеческой фигуры, хотя в большинстве случаев такого сходства не наблюдалось, а зачастую никакого белого пятна и не было вовсе. Как-то в дождливый полдень, когда сходство было особенно сильным и когда, как мне почудилось, над пятном поднималось какое-то испарение, слабое, желтоватое и мерцающее, которое улетучивалось в зияющую дыру в дымохода, я рассказал об увиденном дяде. В ответ он только улыбнулся, но в улыбке его, казалось, промелькнуло некое воспоминание. Позднее я узнал, что о подобном явлении гласят простонародные поверья, связанные с безобразными, уродливыми формами, которые порой принимает дым, покитая широкий дымоход, и гротескными контурами, которые приобретают извилистые корни деревьев. Пробившиеся в подвал сквозь щели меж камнями фундамента. Ждите продолжения в ближайшее время. До скорых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова